смотрите если это была ошибка допустим вы слишком рано начали какой-то проект или вас втянули или сыграли на ваших чувствах там не знаю на жалости помоги просто ну как бы нормально мы мы же не отказываемся помогать людям и потом втягиваешься в какое-то дело и но это не есть порог но выводы выводы мне кажется самое главное выводы иногда мы дорого платим за уроки то есть хорошее образование в гарварде дорого стоит потому если 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 даже это было допустим ну ошибкой так прямо скажем да ввязался в проект вложил кучу денег сил молитвы потом ну не моё ну да не не в том направлении пошел выводы это это наш золотой капитал выводы это это урок то есть я усвоил урок я вам говорю как это со мной было я прямо перед богом говорю господь благодарю тебя за этот дорогой урок это очень был дорогой урок но я перед тобой сегодня говорю что я урок усвоил я больше так не поступлю спасибо тебе я выводы сделал больно но этот дорогой урок мне на пользу это первое да то есть это не потерянное время если я сделал выводы если я выводы не сделал это потерянное время и она те же грабли наступлю снова это первое и второе бывает такое что проект надо закрыть бывает такое что бог вовлек меня в какой-то проект на определенное время и нужно просто иметь мужество этот проект свернуть сказать я свою часть пути прошел я сделал то что я должен был сделать по внутреннему побуждению я чувствую что я выгорел мой мой внутренний вот этот потенциал который я должен был вложить в этот проект закончился потому что я все равно ориентируюсь на свой внутренний голос я все равно человек подвластный богу и я не но и не должны манипулировать по жизни как ты это бросишь а кто потянет а как же теперь и вот этих манипуляций огромное количество в жизни и и в христианстве потому я категорически советую ориентироваться на голос внутренний перед богом если господь побуждает это делать тяните будьте верны внутренним голос но тогда бог будет и снабжать и желанием и расположением и энергией и мужеством и знаниями и людьми и финансами а если ты чувствуешь что это мы как бы 5 5 угол ты ты не знаешь что с ним делать то ну зачем драгоценное время отдавать тому что что уже либо выгорело или твоя часть твоя роль в этом закончилась там не надо бояться вот и последний момент когда давид переносил ковчег первый раз этом не помню из дома аминодава и и они неправильно его несли помните да они неправильно начали неправильно начали его надо было на на плечах нести на шестах они его на колесницу поставили и вот там вся знать была собрана давид собрал всю элиту израиля всех передовых людей они с таким праздником не след от ковчег в иерусалим но но они понимали что до каком-то этапе они поняли неправильно мы несём и они следили за тем чтобы как бы он не упал потому что это вообще ковчег божий уронили это же это слава на все века дурная слава но но признать что мы неправильно начали требовало большого мужества то есть это мы бы подверглись огромной критике и я свидетель тому что многие люди неправильно начали какие-то духовные проекты но признать что мы неправильно начали это требует огромного мужества потому мы надеемся шепотом просим бога как бы уже дотянуть чтобы не опозориться на виду у всех и и и и и господь представляете позволяет такой вещи произойти что волы наклонили и все затаили дыхание и делают акт противозаконный протягивает руку и падает о за мертвым и и и и мы с позором шум такой все и опять же все и получается кажется господь ну почему ты такое допустил ну можно было уже как-то дотянуть его не вскрывать это вообще неправильный шаг на нет нет с перспективы бога нет потому что вы привыкаете тогда неправильно делать вещи и вас там пронесло второй раз пронесло но не так с богом неправильно признаете что вы неправы начните сначала имейте мужество признать что мы неправильно поступили вот потому я за то чтобы мы могли останавливать такие проекты говорить в основе была манипуляция в основе была поспешность в основе была плоть или амбиции но это не было правильно сделано вот понимаете дачу не говорю вы прослушали фрагмент из курса самопознание во свете духовных законов приглашаем вас пройти онлайн обучение вместе с другими студентами на платформе for spirit.org набор в группу уже открыт не пропустите этой возможности